Я очень рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Давайте еще раз похлопаем. Дело в том, что я задумал провести это мероприятие еще в августе. Обещанного три месяца ждут, и наконец-то это свершилось. Я очень рад, что пришло так много людей, потому что для меня лично это очень, я бы сказал, даже интимное мероприятие, потому что то, чем я сегодня хочу поделиться, я писал это еще в Москве, будучи в марте месяце. Мне было очень плохо. Писать — это единственное, что я в тот момент мог, и единственное, что мне в тот момент помогало. И с тех пор я практически публично это нигде не читал, не исполнял. Когда приехал сюда, я подумал, что, о боже, наверное, много людей, таких же, как и я, они тоже что-то пишут, они хотят этим поделиться. И мне очень интересно стало узнать, кто эти люди, о чем они пишут. Именно по этой причине вы здесь сегодня все собрались, да? Как здорово. Не буду долго затягивать. Так как настроение, посыл того, что я писал в марте, оно, мягко говоря, такое минорное, я это буду озвучивать после, чтобы не задавать тон всему мероприятию. Я абсолютно не знаю, кто здесь пришел, большинство людей вижу в первый раз, кого-то нет. Что еще хочу сказать? А, и хочу сказать, что на это мероприятие меня вдохновили две очаровательные, прекрасные девушки. Они сидят. Это коллектив «Бео Музы». Они сегодня будут не только читать стихи, но еще и играть. Поэтому вы знаете, что большую часть времени откладывалось, потому что ждали вас. Наконец-то вы пришли, я очень рад вас видеть, и надеюсь, что вы внесете свой шарм и изюм сегодня. Итак, буду приглашать на сцену первого участника. У нас это, насколько я помню, Ксения Подлесная, да? Ксения, ты готова? Давайте теплое встретим. Она первой выступающей. Тебе не проходило? Я тебе не успела. Всем привет. Я начну. Внутреннее дает импульс во внешнее. Боже, научи меня быть безмятежнее, делать вдох. Чтобы было совсем глубоко, помоги мне стать открывателем, относиться к себе легко. Обучи меня грамоте жизни, усмиряя любую боль, пробудив в своем сердце чувства, контортировать их в любовь. Научи меня быть странником, чтобы смело вперед идти. Быть собой — это самое главное. И должно с каждым произойти. Что-то со мной происходит, когда ты рядом. Ты меня держишь одним лишь взглядом, будто бы большего и не надо, только твои глаза. Два голубых начала, два озера чистых вод. Ты на меня посмотришь так смело, вот. Вечностью покажется этот час, что между нами возник сейчас. Дерзкий упрямец, мальчик, который кай. Лед растопи и дальше сиди играй. Только вот не лови рыбку на живца. Все происходит вовремя, до конца. А моего внутреннего солнца хватит, чтобы согреть всех тех, кто с пушистыми хвостами бродит по нашим улицам в поисках нежности и еды. А твоего сердца хватит на всю Антарктиду, чтобы поддержать в тонусе состояние всех ее температур. А моему солнцу для сияния нужен лишь ты. А ты читаешь и думаешь, Господи, каких же ты создаешь дур. От мороза надломилась ветка. Птицы улетают в теплый край. Пуховик уж год хранит конфетку, что купилась к чаю невзначай. Поломалось в сердце моем что-то. Сбились все настройки до нуля. В теплый шарф укутываю стопы. Чувствуется вызов ноября. Я внутри себя уже все знаю. Только разобраться не могу. Ни с тобой, ни с номером трамвая. Ладно, снова как-то добегу. АПЛОДИСМЕНТЫ Челуй провалился в подкладку. Сохраню его до декабря. АПЛОДИСМЕНТЫ Облака сменились темными тучами. Темные тучи белыми облаками. Мы раньше казались такими могучими, а оказались полными дураками. Что же ты ищешь в своем отражении зеркала по утрам? Если есть ответ на вопросы, то ты ищешь не там. Вот и открылся закон мироздания. Жизнь течет, как река. В непостоянстве каждого случая тучи меняются на белые облака. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ничего не чувствую несколько месяцев. Тело моё коряга на морском берегу. Сердце моё гладкий камень. Его не выбросишь. Я его берегу. Я его берегу. Я заберу это сухое дерево. Сделаю из него вешалку. Повешу на него жизнь. Жизнь — это разный спектр. Бывает и весело. Так что крепче держись. Так что крепче держись. И я думаю, что последнее на сегодня. Я так долго шёл и искал своего места. Мне казалось, что всё вокруг сделано не из моего теста. Я так долго ждал своих рук и своего сердца, что совсем на морозе замёрз. А хотелось просто согреться. Я так долго был в тишине. В ожидании песни извне. Я почти ослеп и почти оглох. Но нашёл тебя в ноябре. Спасибо вам. Спасибо, Ксения. Мне бы очень хотелось, чтобы наше мероприятие дальше проходило в таком спокойном и камерном темпе. И не буду долго растягивать. У нас второй выступает Джонни Кэш. Вперёд. Джонни, просто Джонни, он же Джонни Кэш. Кто скрывается за этим именем, мы сейчас узнаем. Микрофон нужен? Я имею. Хорошо. Гамар Джобат. Очень рад всех видеть. Таким образом. У меня будут немного тяжёлые стихи, но написаны они были в тяжёлое время. Про начальника тюрьмы. Висок. Металл и холод вызывает дрожь. Начальника тюрьмы озноб. Холодный пот и скрип зубов. Полковник больше никого не ждёт. Предохранитель. Резкий вдох. Хлопок. Волна тепла от головы до ног. Протяжный выдох. Кровь. Стена. Абстракция. Я чистила гранат. Художник. Пуля. Дура. Сам дурак. Видать, никто и звезде терновая тропа вела. Того, чьи крылья солнцем сожжены дотла. Кто смертью смерть поправ. Стигмат сквозной дырой лишь чёрной. Тишина. Лишь белый шум. Предвестник сна. Не знал он, есть ли смысл спать. Тот, чьё сознание тюрьма. А вдохновение в бегах. Про соседа. Четверг. День космонавтики. Зарплата. В пятницу тринадцатого. Тьма окутала разум его. Обжигающий белый огонь ослеплял. Осуждающий взор. Образов икон из угла повторял. Ты родился в тот час, когда умер Гагарин. И дрожащие руки дверь запирали. Однокомнатные хрущи изнутри на засов. В доме каждый уснул, но только не зло. Открыть в зале портал. В мир иной шевелитворцем ковёр. Лучший смерть, чем бессилие. Как кнутом выстегнул он. Взял и искрами высек в центре зала костёр. Образа икон повторяли. Гагарин, Гагарин. Парень выбил с собой окно. Пятый этаж. Внизу таял сугроб. Третий день в подъезде. Белит чёрный потолок. Про металлолом. Серотонина всплеск, несбыточный желаний. Сухость во рту, жажда ночная. Толкает вновь идти по льду, Что тоньше лезвия ножа. Он сделан был из стали. Она торчала из земли. Кусок погнутой ржавой арматуры. Не сразу там её нашли. Сперва троим порвала обувь. Пятерым штаны. Один упал ему, увы. Она вонзилась со спины. Над грудью сердца обнажив. Вставай, бля, ёбаный шашлык. Пошли на вторчер металл сбыть. Сдадим металл и будем пить. Так и брела она вторую жизнь. Меж молотом и наковальней лишь. Острее стала, чем была. А блеск её сводил с ума. В руках умелого творца ножа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, извините. Мадоба, мадоба. Мне кажется, очень сильное выступление было. Давайте ещё раз поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ И тепло поаплодируем. Встретим Алису Беликову. АПЛОДИСМЕНТЫ Сразу предупреждаю, что я никогда не писала о политике. Я вообще о ней не люблю думать. Но сейчас, когда я перечитала, ну, репетировав, то поняла, что это как-то звучит. В общем, это не про это. Это про взаимопонимание в семье и то, что в ней, в принципе, происходит. Я всё ещё верю в счастливый финал. Я всё ещё верю, что встречу тебя. Может быть, вместе мы мир обойдём. И счастливы будем, мы, может, сдаём. Я всё ещё верю, что мы всё сможем. Я очень надеюсь, что друг другу поможем. Может быть, в общем, и станет всё проще. А если напротив, то вдвоём в бой пойдём. Я всё ещё верю. У нас похожие двери. И можно, наверное, через них убежать. Мне так надоело, что нет перемены. И, возможно, наверное, нам самим их создать. А я так хотела. Жаль, не могла. Теперь с переменой отущи её тебе. Как пусто и холодно внутри. Момент, все потухли в фонари. Кажется, я будто взаперти. У меня нет больше сил идти. Нет жизни, нет смерти. Нет верха, нет дна. И тело трепещет, как в море вода. Я была связующим звеном. Другим всегда было всё равно. И лишь сейчас понятное стало мне. Моей вины тут вообще-то нет. Как бы ни было здорово, это только временно. Чего бы ни было нового, всё уходит, не оставив и следа. И возводит новое ограждение, сомнение. Всё уходит, остаётся лишь вечное. Веры и раны сердечные. И вход глухо-наглухо закрыт. Пока человек сам его не отворит. Пока не зайдёт раскол. Пока не уйдёт печаль. Человек будет злой, вечно смотрящий вдаль. Пока не станет уютно и тепло. Пока снова мир не засияет. Пока он дверь не отворит. То мир в душе и не настанет. А это я писала сестру, так что тут будут перемешанные стили. Я на самом деле песни пишу, а не стихи. Но учитывая то, что я не сделала мелодию, так что пока стихи. Я скоро вернусь, но не ждите меня. Не знаю, когда это будет. Последние дни я сама не своя. Надеюсь, меня не забудут. Жизнь будто проходит мимо. И я живу просто так. Всё вокруг меня приуныло. Скука, страх, кавардак. Становится очень сложно. И я сама не своя. Шаг неосторожный. И упала в бездну я. Не могу собрать волю в кулак. Я словно во тьме и мечусь, как в тумане. В руке моей развивается флаг. Но с кем я воюю? Зачем? Для чего я страдаю? Я иду в полумраке. Вперёд или назад. Компромисс или драка. Рай или ад. Какой ориентир? Где тьма и где свет? Это жизнь или те. Кто даст ответ? Дайте мне жизнь. Хочу я свободы. Но где ключ достать от неё? Прошла сквозь огонь трубы и воду. Но нет больше воли. Сломили её. Круг за кругом одно и то же. Нет рядом друга. Никто не поможет. Те же деревья. Всё тут же лес. Но прочь сомнение. Всегда есть место для чудес. Мечты и реальность. Размыты границы. Так же, как мир, который во мне. Дайте те крылья, что дар ровно птицам. Мне бы хотелось выселететь. Запуталась я в этих стенах. Не ошлифован ни один угол. Что ни шаг, кто более. Меня замочила эта роль, которую играю, не выдыхая. Живите, как жили. Словно я призрак и не жива. Хоть помню недавно, что жизнь мне приснилась. Но нет уже больше меня. Прощайте, друзья. Я не ставила подпись на такой уговор. Так хочется, так хочется, чтобы это был просто сон. Дурной сон, просто сон. Надо просто очнуться, просто утром проснуться. И не было ничего того, что происходит со мной. И это через некоторое время. Наконец-то найден ключ. И развеялась там гла, что очень долгое время держала в заперти меня. Здравствуйте, друзья. Ребята, я пришла. Прошлое останется прошлым, насколько это возможно. Но это не беда. Прошлое не важно, ведь я снова с вами отныне и навсегда. Предлагаю еще раз Алису проводим гордыми аплодисментами. Молодец. И на сцену приглашаю с большим удовольствием человека, которого я уже здесь встречал. Причем первый раз я это сделал в театре. И он представился как сценарист. Я подумал, ну неплохо. Потом мы его видели на юморе. Оказывается, человек еще юмором интересуется. И вот сегодня с большим удивлением он пишет стихи. Под ваши аплодисменты Сергей Григорян, талантливый. Все, может микрофон, да? Пожалуйста. Я вас хорошо слышу. Там слышно вообще? Да, слышно. Хорошо. Я вообще-то не выступал, первый раз выступаю так. Попробую. Прощать и прощаться казалось несложно. Для многих обычно, для многих знакомо. И больше не видеть, не думать, не знаться. Прощать и прощаться, прощать и прощаться. Но как же не думать и как не общаться? Как можно не видеть, как можно не знаться? И как навсегда до конца от ней прощаться? И с кем в пустоте одиночества знаться? Следующий стихотворение. На день рождения на могилу никто поздравить не пришел, Не подарил цветов и алок, и лилий тоже не принес. Видно, забота в трудноемких ему совсем не до меня. Или в беспечности веселья, совсем уж забыл вспомнить про меня. Сколько весельей самых разных нам с ним пришлось уж пережить, Сколько не в год в постерях частых нам приходилось с ним делить. И вот теперь в потере этих мне не осталось ничего. Кругом расспросаны деревья, а я хочу лишь одного, Чтобы однажды в день рождения вот так он как-нибудь пришел И подарил цветы и фиалки, хотя бы лилии принес. Тогда в разгар начале лета, если он вспомнит, как вдвоем Мы забирались на деревья и говорили обо всем. Да это было так недавно, мне даже кажется вчера, Хотя прошло почти столетие, такая видна уж судьба. А может, он давно в могиле, в чужой далекой стороне И тоже ждет, как я, фиалок, и тоже помнит обо мне. Сейчас будет четыре остишья. Счастье, я думал, в богатстве безмерном, В важных чинах и роскошных одеждах, Но оказалось, все счастья не знают. Счастье, когда за окном не стреляют. Это про современность, наверное. Перевернуло все вверх дном, И не найти логичной цепи, Кто с кем, за кем-то и кого Понять сложнее, чем в бога верить. Все будто плавают в вине, Никто не занят своим делом, Тот бывший президент сидит в тюрьме, А футболист стал мэром. Это реально. Следующее. Не успеешь с детьми наиграться, Как пора с этим детством прощаться. Жизнь проходит. После юность куда-то уходит, И замены тем дням не находит. Жизнь проходит. Вот и молодость кажется вечной, Но и молодость не бесконечна. Жизнь проходит. Зрелость, что тут является важным, И не кажется детства ужасным. Жизнь проходит. Старость, вот где казалось утишче, Только сил нет понять, где ты лишний. Жизнь проходит. И на что мы все тратили годы, На какие дела и невзгоды. Жизнь прошла по минутам, по каплям, Не вернуть ничего нам обратно. Только помнится, как скобы колыбели, То, чему обучиться успели. Жизнь прошла, проходила, проходит. И ничто этих дней не воротит. Жизнь проходит, ей нет повторения. Жизнь проходит с минутой рождения. Помнит тебя забудут, Теплым весенним днем. В порт корабли прибудут, Грянет над морем гром. Все теряет важность, Искренность, боль, дела. Только не будет важно Все это для тебя. Ты знаешь, я не знаю, Зачем цветет сирень, Зачем над полем вольным Ночь заменяет день, Зачем года считают, Зачем спешат страдать, Забот других не знают, Им благоп совершать. В основе всех науки Заложен был секрет, Ответы на вопросы Сулили много бед. И знаешь, я не знаю, И не желал бы знать, Зачем все то, Что мило, нам нужно забывать. Зачем вся жизнь проходит И тает снег весной, Зачем не то, Что нужно заботить нас порой. Не тешь себя надеждой На то, что все пройдет, И даже перед смертью Кого-то кто-то ждет. Сравнить мне несравнимое пришлось, Любовь и смерть, С чего все началось. Я ждал сражений В мировой войне, И в бой стремлясь Не помнил о тебе. Но после битвы Враненный в плечо За жизнь свою борясь Узратил все, Я вспоминал нередко о тебе, И ад с тобой казался раем мне. И снова в бой Ища победу, Выбившись из сил, Рассорачивая годы на войну, Я верил в то, Что сам я не пойму. Я все познал, Кругом лишь видя смерть. Этот угрок Я буду помнить впредь. Хоть я сто раз ствердил, Любовь твоя фальшива, Твоя постель Прекраснее, чем могила. Я к тебе непременно приду, Сквозь дожди, Ураганы и бури, Я тебя непременно найду, Сквозь года, Сквозь солетние разруки. Я тебя ни за что не предам, Как бы ни было мне В жизни тоскливо, Я тебя никому не отдам, Как бы ни было мне нелюбимо. Позвони, лишь подумай, Я всем нутром Ощущу твои мысли, И по мыслям моим Ты поймешь, Что слова не нужны В этой жизни. Если вдруг я тебя не найду, Не смогу нежно взяться за руку, Знаешь, что просто меня нет в живых, Обо мне ведь остались лишь звуки. АПЛОДИСМЕНТЫ Время еще есть? Время есть еще? Последнее. Осенний листопад, Дождливая погода, Когда-то дивный сад, А нынче стебель голый. Проснешься в небо, Как попал в неясную погоду, Зачем так долго жил, Зачем не верил в Бога? А листья в тишине Кружаться и ложатся, Собылась мечта глупца, Нет ни любви, ни счастья. Одна лишь пустота, И мысли, а прекрасно, Все будет хорошо, Ведь хуже нереально. Лишь мысли, как бреду, Несутся вдаль за летом, Холодная постель И уши несогретны. Это все, что есть, Все то, что я имею, Сижу на голом пне И думаю, поверю, А листья шелестят, Что вечно есть на свете. Любовь была сильна, Но время хуже смерти. Не нужен мне никто, Один совсем остался. Смотрю на красоту, Единственное счастье. Спасибо, Сергей. Еще раз аплодисменты, Доброго дня. Спасибо за юмор. И, ребята, напомню, Что сегодня, После нашего мероприятия, Здесь будет стендап. Выступление в 21.30, Будет смешно и весело, Так что, пожалуйста, Кто хочет, оставайтесь. А мы следующую Приветствуем на этой сцене Евгения Полянина. И если я, И если я постарею телом, Люби меня до скончания дней, Порой неловкой, Порой несмелой, Такой же точно, Иной не смей. И если я не смогу подняться, Гуляй по паркам за нас двоих, Снимай с цветов потускневший глянец, Носи мне майки, Всегда носи. Носи мне чай на цветастых блюдцах, Тверди об этих прекрасных днях, И если я не смогу проснуться, Навек меня сохрани во снах, Когда морщины разрежут кожу, Когда покроют глаза туман, Люби нарочно, Люби такой же, Люби всецело, И я вас дам. У меня есть солнце над головой, И дыхание ветра на волосах, У меня есть тот, Кто всегда со мной, Говорят, что небо в его глазах, У меня есть день и лимонный свет, На окне гераниц цветных мастик, У меня так многого в жизни нет, Еще столько можно приобрести, У меня есть друг и, наверное, враг, Чтобы было с кем проводить досуг, Теплый луч устроился на руках, Говорит, пусть дальше его несут, Теплота ластится к моей щеке, Если сделать вдох и закрыть глаза, Мне двенадцать лет, Я бегу к реке, Мне так много хочется рассказать, Пережить, проделать и провернуть, Путь мой тих и нежен, Как мягкий шелк, Я прошу у мамы еще чуть-чуть, Чтоб успеть поделать чуть-чуть еще, Мне уже за двадцать, Иду домой, и пускай все стало совсем другим, Дует ветер, солнце над головой, Береги их, Господи, береги. Спасибо. Пожалуйста, Евгений, еще аплодисменты, Очаровательная девушка. И на этой сцене мы встречаем человека, Талантливого, Я его как минимум второй раз уже наблюдаю За творческими мероприятиями, Который не только пишет стихи, Но и отлично двигается, Танцует, Тензин, Под ваши аплодисменты. Можно микрофон? Йоу, здравствуйте, Меня слышно? Да. В таком случае лучше обойдемся без микрофона. Меня зовут Тензин, Я приехал из Казахстана, Я танцую и преподаю хип-хоп. У меня есть взрослая группа, если что. На самом деле, Я не пишу стихи уже много лет, С того момента, Как познакомился с рэпом, фристайлом. Поэтому сейчас я зачитаю вам В вашем случае стих, Скорее всего, это будет акапелла. Насчет музыки ничего страшного, Она будет играть у меня в голове, Если вы умеете считать, То и у вас тоже. Они ловят трип, Вокруг дома рисуя круги, Напастись индиры, Откинуться в другой мир, Не ведают, куда ведут дороги, И по какой дороге дальше им идти. А там дальше погребы, Потребить, что не потреблял, Повторять до окончательного штырялого, В логове зла, пока не отлетит голова, Потребить, что не потреблял, Повторять, повторять. Грязь вокруг одна грязь, Люди пиздят себе, И ты им дарит радость. Грязь вокруг одна грязь, В ней каждый пак грязь, И не хочет признаться. Когда день катится, Ни к черту, ни к богам, Руки опускаясь, Тянутся к бокалу, Пытаясь ощутить себя, Дыкингом на Вальхале, По паре рюмаки упали, Салат задавит, Утро болит голова, Дикий суш, Лень надвижняк, Скинь на карту пятихатку, Надо поправить себя, А там дальше больше, Дальше дольше, Дальше, 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 Цель забыть проблемы, Или забить на себя же. Грязь вокруг одна грязь, Люди пиздят себе, И ты им дарит радость. Грязь вокруг одна грязь, В ней каждый погрязь, И не хочет признаться. Репер пиздать себе, Ты им дарит радость, Как сладость, Потребляя гадость. Репер пиздать себе, Ты им дарит радость, Как сладость, Потребляя гадость. А это ситуация, Когда ты уехал из своей страны, И в другой стране Пытаешься выжить, Но... Вот да. Мне кажется, Все меня прекрасно здесь понимают, Практически. Но, конечно, Мне было легче, И легче сейчас. Я ни на что не претендую, Просто Мое видение этих событий. Каждый день Трачу все, Что было. Ведь я точно знаю, Завтра смело найду, На дорогу найду, Как бы трудно не было пру, Ибо вижу цель иду, Пока я еще не труп. Нам пели в песнях только трус, Боится перемены, Пережитые мгновения, Уже, увы, не вернуть. Так что силы есть, Варюсь, Есть цель, Варюсь, Затем валюсь, С ног, В ног, Прекрасно, Чувствую пульс. Простой человек, Выросший дома, Дабл-стрит, Он был без ножевого, Был без пулевого, Общуха здоровая, Строгая, Соло на соло, Без своры на свору, Сам за себя твой кулак, Твое слово, Есть что сказать, Рядом брат, Рядом брат, Только для соблюдения хорошего, То на твой личный конфликт, Лично твой, Давай же решай его сам, Настраивать против кого-то, Толпы подло. Твой личный конфликт, Лично твой, Давай же решай его сам, Настраивать против кого-то, Толпы подло. В итоге война, 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 И дальше, Если бы был бит жёсткий, И последнее из суперстарого. День — совокупность кадров, а жизнь — совокупность дней. Вот еще знал бы каждый, что нужно ценить. Момент. Спасибо. И тепло встретим очередную очаровательную и не менее талантливую девушку, с которой я здесь познакомился на почве игры в театре. Она не только красиво читает стихи, но еще и играет, и как режиссер выступает, и просто хороший человек — Екатерина Берест. Меня всем слышно? Да, без микрофона лучше. Да, хорошо. Буду без микрофона. На самом деле выступать после такого качающего участника довольно непростая задача, но я постараюсь. Прочитаю пару стихов моей подруги. Это современный поэт, который остался пока что в Питере. Я спрашиваю его, как мы оказались здесь, в 3.50 на кухне питерской коммуналки. Закончился трудный день, купюры, вино и спесь. Теперь ничего не жалко. Почти ничего не жалко. Я спрашиваю его, как мы оказались здесь, в конце февраля, на карте, где нас прочертили красным. Растрачены все слова, все чувства и голос весь. Но голос был не напрасным. Наверное, не напрасным. Я спрашиваю его, как мы оказались здесь, Среди шепотков и глаз, что видят врагов повсюду, И тихо дрожит земля, и разум велит, не лезь. Но мы ожидаем чуда. Нас вытащит только чудо. Я спрашиваю его, как мы оказались здесь. А он лишь хохочет так, что льется мороз по коже, И в воздухе только снег. А снег – это только взвесь от взрывов, что далеко. От взрывов, что близко, тоже. Я спрашиваю его, я спрашиваю его, я спрашиваю его, Ему не найти ответа. И кажется, вечен лед. И хочется одного. Пусть в мире наступит лето. Надеюсь. Наступит лето. Не будет ни правых, ни левых, Ни чистых, ни виновных, Ни тех, кто в расстрельном списке, Ни пятых колонн, ни ваты, Ни рвущих экраны риней, Ни мстителей в камуфляже, Ни проклятых чертом ваших, Ни благословенных наших, Ни искренних патриотов, Ни купленных точно этих, Ни парня, что спас ребенка, Ни тех, кто палил по детям, Ни тех, кто пустил ракеты, Ни тех, кто поймал патроны, Ни тех, кто служил короне, Ни тех, кто носил корону. А будет дорога в горку, Забор, а за ним аллея. Спят те, кто обидел слабых, А слабые спят левее, Правее кровати чистых, Во враге постель виновных, И даже короне наших Отыщется ваша ровня. На неотличимых плитах Нет лозунгов, только имя, И станут почти похожи Все названные другими. Земля одеялом теплым Ему кутает без разбора И тех, кто затеял споры, И тех, кто оставил споры. Последнее стихотворение я прочитаю великого поэта, все ее знают, это Марина Цветаева. Тоска по родине Давно разоблаченная морока Мне совершенно все равно Где совершенно одинокой быть По каким камням домой Брести с кошелкой базарной В дом и не знающий, что мой. Как госпиталь или казарма Мне все равно, каких среди Лица щетиниваться пленным львом, Из какой людской среды Быть вытесненной непременно В себя. В единоличии чувств Камчатским медведем без ледины, Где не ужиться И не чусь, где унижаться. Мне едино Не обольщусь языком родным, Его призывом млечным, Мне безразлично На каком непонимаемой быть Встречным читателем, Газетных тон глотателем, Доильцем сплетен. Двадцатого столетия он, А я до всякого столетия. Остолбенивший, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все равны, Мне все равно, Но, может быть, Всего равнее, Роднее Бывшее Всего. Все признаки с меня, Все меты, все даты, Как рукой сняло. Душа, родившаяся Где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек. Родимого пятна не сыщет, всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина. Если кому-то интересно, подписывайтесь на телеграм-канал Актриса в Тбилиси и приходите на Творческие Вечера. Там я читаю Марину Цветаеву, это уже большая часовая программа. Спасибо. Друзья, если вы получили такое же удовольствие от классики, как и я, пожалуйста, хочу еще раз аплодисментами проводим. И на этой сцене Михаил Ананов, местный поэт. Добрый вечер, мои дорогие. Сегодня я с юмором поразвлеку вас шуточными стихами. И начну с сонетов. С керцо для амура. Из рук твоих приму хоть жгучий яд. Порою слышим мы слова такие. В них мимолетные нотки юморные. И скрыт любви стравтивый аромат. Они хранят целебные стихи. В их магию ты окунуться рад. И никакие козни не страшат. Пусть враг готовит стрелы роковые. Хоч гучий яд приму из рук твоих. Ты пьешь отраву, я слагаю стих. Дуэт наш выдает крутое с керцо. Я резво запустил в тебя пером. Оно хоть с ядожалым острием, С живой водой твое излечит. С сердца. Для любителей шахмат. Честь аллегории, шахматной аллегории. В кармане у меня есть спертый мат. Без шахматной доски его устрою. К фиктивному всегда готовы к бою. Спасти фигуры важные я рад. И все ж, к чему весь этот маскарад? Не лучше ли, чем податься мне в героя И отправиться с принцессою в покой? Коль восстает мой яростный пират, Туда-сюда, обратно. Ну и что же, финал сражения, Кто нам подытожит? Король-то голый вышел со двора. Я на коне, слоны за мною следом. Ферзь на ладе, ждет доблестных поэтов. Спасаться самому пришла. Пора. Все мы любим нашего дорогого Афанасия, Поэта Золотого Века, Современника, правда, младшего Пушкина и Лермонтова. Афанасия Афанасия – женщина, он же и Фет. Я назвал Феттида, тут немного древнегреческими, Как говорится, по названию. Но отцу от Феттида. Он очень любил писать безглагольные стишки, Точнее, стихи, пардон. И вот я очень тоже люблю следовать его примеру. Морской лазурный берег, Плывущий вдаль буйок, Большой роскошный терем, На пляже одинок, Игривые мурены, Как пафос волн крутых, Гимсон с оликой пеной, В пучине скрытый стих, Кораллы фианиты, Танцующий прибой, На пляже Афродита, Поющая со мной, Морской лазурный берег, Приплывший к нам буйок, Большой роскошный терем, Уже не одинок. А теперь и вовсе, Любовь одним словом, Одним словом, Здесь все стихотворение написано одним словом. Полночь, автострада, город, Столб, табличка, бар, мотель, Дверь, приемная, бюст, Ворон, номер, ужин, душ, постель, Утро, город, автострада, Столб, табличка, ресторан, Завтрак, музыка, эстрада, Хит, брависсимо, Татлян, Улица, проспект, Гуляние, дом, обед, Терраса, сквер, Звезды, круазет, признание, Дилижанс, булон, Эстер, Полночь, бар, Мотель, гудини, Трюк, Фантазия, полет, Номер, душ, постель, Мартини, Свечи, Ужин. Подождет. Давайте немного сообразим, Настроя называется. Я себе пишу забавный стих, Стишок свой шаловливо сочиняю, Сообразить желаю на троих, Я, мой стишок, И мама дорогая, Я есть, и это очень хорошо, Стишок мой тоже, Он передо мною, Но вот без мамы словно на дешом Стою я со стихом и ню не скрою, О, как мне гений свой предвосхитить И доказать, что стих мой не хреновый, Чем срамаду хотя б слегка прикрыть, Но не спасая даже лист кленовый, Вдруг вместо мамы я увидел ту, Что как жар птица предо мной порхает, Прикрыв мою сиянием наготу, Вы догадались? Муза золотая. И под конец, я очень люблю заниматься сравнительным анализом, Это сам еще и литературовед, Занимаюсь анализом поэтистских текстов, Русским стихосложением, Очень много там моментов есть, Но сравнительный анализ вообще, Это очень важен в литературоведении, Но иногда и в поэзии я тоже провожу сравнительный анализ, О чем идет речь, Сейчас сами поймете, Называется музыкальные бары, На три бекара не нашлось диеза, А на бемоль отыщем сто бекаров, Ошлифовали драму полонеза Среди полночных стрип-балетных баров, Все выдержано в духе колоссетизма, И в ритмах безупречно танцевальных, Магический синдром супрематизма, Напиток, Это жанр музыкальный, К примеру, Полонез с сухой мартини, Симфония трехзвездочный коньяк, Рапсодия смешай компарь с джином, А водочка бесспорно краковьяк, Пляши гоп-пак, Как выпьешь ты текилу, Кадриль захочешь, Так и спей Глинтвейна, Морс танго, Эротическая сила, Не обойтись в присядках без портвейна, Зествистый шейк, Вишневая настойка, Овенский вальс, Крутые гиш-коктейли, Да, удалась на славу, Муз-попойка, Из этого шикарный выйдет трейлер, Шнапс, Лед Каенко, Для хорошей встряски, Шампанское, Запущен рок-н-ролл, И после этой, Алко свистопляски, Придя домой, Ты примешь, Карвалов! И на этой сцене мы встретим, Так же тепло, Местную тбилисскую поэтессу, Юлийко, Амазонку! Раз, раз, Всем добрый вечер, К сожалению у меня, Так как я всю жизнь выступаю И пою, И у меня вот уже неделю нет голоса, Поэтому я только сегодня буду читать, Но читать в микрофон, И пару слов о нас, Вот до этого выступал мой коллега, Михаил, У нас дело в том, Что здесь два местных Русскоязычных общества, Это Молоток, Это молодежная организация Литература, Обитающая в Тбилиси, Так что вы приходите к нам, У нас все очень круто, здорово, У нас есть еще общество Орион, И мы выпускаем вот такой альманах Местных поэтов и приезжих тоже, То есть каждый может прийти, И я, кстати, кому, У меня есть три, Я могу подарить любому желающему Вот один из трех альманахов, И весенний выпуск будет очень скоро, И у нас тоже есть свой театр, И мы пишем свои пьесы, Мы их ставим, Даже ездили вот в Ереван на гастроли, То есть вся жизнь кипит, И также организуем все время Творческие вечера, Но в пандемию мы немножко расслабились, Это круто, Вот я летом делала вечер, И, к сожалению, было очень мало народу, Но так как я сама в себе организую, Мне нужно больше сказать, Ну, а теперь почитаю. Я хотела вернуться домой, Распахнуть полусонные ставни, Выпить сердцем покой безымянный, Не испив тишины гробовой, Полюбить это чистое небо, Несмотря на мутную кровь, И отдать пониманию вновь, Может, жалкий, но искренний трепет. Вы не ждали меня? Я пришла допевать недопетые песни, Жаль, что сон оказался известным, Слишком поздно вернулась душа, Слишком рано окончилась ночь, Бестолковая глупая проза Стала ветреной от мороза, Но довольна, сомнения прочь. Вы прогоните, знаю, И где-то приютит меня серый туман, Не родных мне, но любящих стран, Вживаемость сердца поэта, Безболезнена всякая ложь, Если выпьет о верной судьбой, Я б хотела вернуться домой, На меня он теперь стал похож, Я войду в него белозимой, И как гости с растерянным взглядом Прикоснусь к одинокой правде, Неизведанной, но живой. Это все, что в душе осталось, Только горстка тепла и света, Но не выпьет меня усталость, Выживаемо, сердце поэта! Осень приходит с глотком капучино, Мирной слезой запотевшей на стеклах. Осень рождается в нас беспричинно, Манит когда-то особенно плохо. Осень, мы стали навечно подругами С чувствами цвета хурмы и соломы. Время сыграло прощальную фугу. Осень, но здравствуй, я дома. И последнее. Я вам не буду много читать, Одну еще композицию, Свою такую визитную карточку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время смывает потёки со стёкол, Люди без грима стоят одиноко, Вижу потёртые мёртвые взгляды. Все на витрине мы куклы, неправда ли? Можем бездумно порваться на часть, Можем продасться хрустальному счастью, Впасть в игровую застойную кому, Вывернуть душу случайным знакомым. Можем, как дети, дурачиться в парке, Словно забыв, что на сердце заплатки Дребезги чувства, мозоли на пятках. Видишь, как трудно бежать без оглядки, Прочь от своих бесполезных подарков, Нервной любви, оказавшейся краткой. Вот, наконец-то, хоть даже украдкой, Можно сказать, у меня всё в порядке. Слышится скрипка легко и спокойно, Можно, я буду немножко влюблённой птицей, Без крыльев, с душою поэта, И ненадолго тобою согрета. Можно, мне долго смотреть на верхушки Скромных деревьев, не смея нарушить Верный покой их древесного дома. Можно, я буду всегда невесома Буквы и звуки носить без одежды, Тратить лучистые блики надежды Просто для вас освещаю улыбкой, Будто сыграю на призрачной скрипке, Чтобы, как раньше, но с новою силой Люди прощали, искрились, любили, Падали с неба в бездонное счастье. Можно мне с вами, а можно упасть мне Ближе к рассветам, и в сердце проснётся Ветер певучий, ноябрьское солнце, Карие тени, осенних закатов, Всё, чем природа живёт и богата. Люди, почаще учитесь молиться И примиряйте счастливые лица, А я буду рядом, если возможно, Ваш безымянный случайность проложит. И встречаем на сцене настоящий джентльмен от поэзии. У нас Владислав Макаров. Ваши аплодиспенсы. Ну, всё познаётся в сравнении. Так нормально слышно? Да. А так? Как лучше? Микрофон без. Без? Да. Будет без. Только не микрофон. Ну что ж, всех лично приветствую, Как участников, так и гостей мероприятия Нашего музыкально-поэтического вечера. Чрезмерно рад вас здесь видеть. Рад, что все мы сегодня собрались здесь, Как в одной песенке. Изначально, с первых прозвучавших здесь стихов, Букс, логов, Меня поразила живость, Искренность, И душевный такой резонанс, что ли. Потому что до того я бывал на многих литературных мероприятиях, Которые не отличались подобным редким и нужным качеством, Необходимым для таких мероприятий. В частности, пока я учился в Москве, в России, Меня приглашали на молодёжный поэтический вечер. Тоже такая вот студенческая самодеятельность. Но, если честно, 90% прозвучавших там стихов И вообще произведений, Не побоюсь этого слова, Пустая болтовня. Пустая болтовня. Искренность и живость они предпочитали Каким-то сложным словесным конструкциям, Таким вывертом, дрифтом, Таким предложением. В связи с этим я написал одно из стихотворений Это мероприятие, характеризующее. Толстый болт на болтовню. Болтать — не контроль о речи, отсутствие дикое, Не показатель низкого интеллекта. Болтать — не дурная манера, Болтать — религия, Где расплодились разного рода секты. Возьмем, например, Не от мира сего, мечтателей. Речи плетут бессвязные, Будто мантру. Подстать кришнаитам, Безвредные те болтатели Славят богиню Ротху Незакрыватору. И старый Талмуда свидетели чтили правила. Только в рядах адептов возникли споры. В итоге до дней современности Декартавила лживое ответвление Тага Торы. В средину веков воплем рявкнула реформация. В храмах несло жаргоном и междометием. Дерзко хуливших речь понтифика Бонифация Крыл матюканом папа заткнутий третий. Пал Ближний Восток под словесными террористами. Пал под ножом аль-варваризмей лидера. Кто изгнан с земли красноречия рекункистами. Вместо быка, жаждущий стать Юпитером. Коль ты атеист, не беда. Оглядись внимательно. Все и без веры только шумнее стали. Науки гранит и искусство не столь болтательны, Но заслужили место на пьедестале. Есть выскочки. В раз завоюют других внимание И тарахтят метафорами картинно. Поставить бы в кадр их И получат признание киношедевры Квентина Тарахтино. Собрав телефон, Саша Белл совершил преступное. От болтовни скукожился даже роуминг. Таких берегись. Выбьют страйк в телефон затупные, Если сыграть надумаешь в балабоулинг. Болтать образ жизни мошенника. Рай для нытика. Всех, кто напишет хэ на заборе мелом. Болтать не мешки ворочать. Болтать политика. Не занимайтесь, люди, грязнейшим делом. Возвращаясь к главной мысли, опять-таки хочу подчеркнуть всю туживость И нестандартную обстановку, которую я сегодня здесь ощущаю, Испытывая колоссальное удовольствие. И всем тем творческим людям, кто сегодня здесь в гостях, На гостеприимной Тбилисской земле, Посвящаю стихотворение Евангелия от Творящего. Коль веры искры бросают блики на ребер худых корсет, Отбрось бальзам и над рай мастикой прозревшей души паркет. Меси из глины скульптуры мессу во имя своих предтеч. Отвесь поклоны слесарным прессом, Оралось мини на меч, молись пилою, Молись фанерой, рожденным тобой богам. Кирпич на камень, воздвигни верой в веках Соломонов храм, Иголкой швейной воспой азаны. Читай мастерком намаз, На крыльях музой несись в нирвану, В породящий алмаз. От скверны мира свой дом очисти, Грехи выметай за дверь, Пиши скрижали зубилом кисти, Верь, верь, и еще раз, верь. Тропарь читая, Пиракодилом окуривай белый лист, Кадушкой теста, Сапожным шилом, Гитарной струной, Молись! В завершении хотелось бы прочитать стихотворение Которым поделился со мной земляк, Тбилисец в Москве. Это была очень интересная история И очень для меня ценная, Можно сказать, священная. Мы когда с ним познакомились и пообщались, Он тоже оказался человеком пера, Но давно забросившего письмо И творчество в целом. Он мне подал листик в четверо сложенный, Рукописный. Сказал, не открывай, пока не вернешься домой. На пути домой только начни это читать. И когда я это читал, переезжая в Верхний Ларс, Я не мог сдержать слез. Там было именно то, что было на душе. Пардон за тавтологию. Виктор Шульга, стихотворение, Тифлистский вальс. В белокаменной солнце Над Питером тучи мрачнеют. Дремлет бурым медведям вдали Престарелый Урал. Под дождями и солнцем Алтая леса зеленеют. Но не в этих горах Своё счастье навек потерял. Рвется сердце домой На заснеженной Кавкасионе. Белой птицей паря над тобою Мой старый Тифлис. Где так мирно живут синагога, Мечеть и Сиони. Город первой любви, Я прошу тебя, Снова приснись. Там по-прежнему дружбе верны Тарел с Автандилом. Кровожадного барса Опять побеждает герой. Голос полный печали Всё ищет любимой могилу. А туташхия дата Седлает коня под горой. Там разносят к морям Своеводы Кура и Риони. Там Арциви взмывает И камнем кидается вниз. На фасадах домов Отпечатана тень Мхедриони. А Рамин благородный Грустит о божественной виз. Верю я, Что однажды вернусь В эти снежные горы, С дорогими друзьями Напьюсь ароматным вином И со склонов Мтацминда Увижу свой сказочный город. По брусчатке шагая В когда-то оставленный дом. Спасибо Владислав За напутствие За веселые стихи. Я подумал, что если с этими стихами В первой части прийти на стендап Это будет Это будет смешно, да, Катя? Как минимум. Почему обращаюсь к Кате? Катя у нас здесь Катя у нас Человек талантливый Она не только пишет стихи, Но и выступает с юмором сегодня Она будет одним из тех, Кто на этой сцене выступает дважды Наверное, единственным человеком Тепло встретим Поприветствуем Екатерина Крыловецкая Крыловецкая Вроде бы и так слышно меня, наверное Да, давайте без микрофона Да, всем привет Меня зовут Катя Я прочитаю несколько стихов Которые я писала, на самом деле, очень давно Лет 7 назад Поэтому я их не помню Я буду читать их с телефона Первое стихотворение Я написала про мой родной город Кременчук В Полтавской области Про свое детство Ну что ж, приступим Усни под открытым окном И колышущим шторы ветром Твоя нелюбовь умрет Июль отпустит Смирится, разожмет тиски Август пожертвует Каждым квадратным метром Твоей тоски Вода из эмали Желтой советской кружки Салатная зелень Скворчающая маслом Похоть газовых плит А справа от входа Карандашная рябь Отметки твоей макушки Ведро малины Надутый круг Бабулин вишневый бисквит И все для тебя сольется В густое счастье Застынет на коже Ровным, южным Светящимся тоном Послышится эхом смех Когда-то звучащий За третьим От пруда по счету Домом Мальчишка-сосед Учит пускать лягушат По воде Твой лес прогонит Ведьм В эволюционное зелье В бурную реку Алиса устроит Праздник победы В вечной войне Живи под открытым окном И ветром колышущим шторы Люби перед крупной Солю Горящей, как пламя Звезд замирать Пусть старый август Обнимет тот самый город В котором тебе Не хочется умирать Не помнишь и ничего В длинном выпучканном пальто Идешь и бормочешь Одно и то Что тебе давно уже Все равно Но ты будешь Помнить меня всегда И я знаю точно Что я права Нет такого в принципе Волшебства Чтобы отпустила Ты идешь вдоль поребриков И воды Ты глазеешь на все эти огоньки Провожаешь меня Хоть и не по пути И я чувствую Нам придет конец Ночь приятна Туманная и непроста Мы стоим и курим Уже у моста И в ботинке Плечет речная вода И немного боязно Как всегда Начинать сначала Но ты точно знаешь Что я уйду Мы с тобою пожизненно Как войду Как речные рыбы В промозглом льду Не пошевелиться Ночь важна И сумрачная Как недуг Собирает вместе Твоих подруг Всех твоих потрясающих Верных слуг Чтоб казаться мною Есть особая сила У декабря Притуплять все чувства Что были зря Заносить их снегом С покровом льда Чтобы не болело Ты холодный Сонный Никакой Возвращаешься С пьянки К себе домой Укрываешься Пледом опять головой Чтобы тебе нравится Думать Что я за стеной Что не уходило Ну и последнее Немножечко сказочное 200 лет назад Я жил и не помнил Ничьих имен Не водился с плохими парнями Не плакал в чужие плечи Но был счастлив От самых пелен И до самой той нашей Злосчастной встречи Я был мальчик Я собирал полевые цветы Улыбаясь вернувшимся Из курортов Загорелым птицам Я присваивал каждый Порядковый номер Тихо шел Огибая тропинкой кусты Но остался глядеть Как что-то искрится Так и помер Три веснушки На правом плече Сумасшедший девичий бред Юбка-шелка Смешная рябая косынка Вот как я по частям Написал твой портрет А лица по сей день Как не плакал Так и не вспомнил Я украл тебя сразу же У всех невозможных сил И повел в пыхах По дубровым сугробам И я сразу Немедля тебе простил Что ты станешь моим гробом Так и жили Не зная ни бед Ни тревог Ни счастья Просыпаясь И хохотала Выпивала горстку Волшебных своих бобов И неслась сады Раздирая колени Голени и запястья А мой сводный брат Говорил, что это не есть любовь Разве мог я справиться С твоей вечной Кипящей кровью И не мог догнать Твою колдунью подол Волочащуюся по оврагам Так и стал ходить В лесной кабак Весь прокуренный Мохом и молею Я любил тебя и тогда Наперегор всем моим друзьям И твоим бесчетным врагам И в тумане После двойного Гремящего пунша Я точно не сомневаясь Знал, что приду домой И накрою тебя Нашим выслушим пледом Размочу твои раны спиртом И протру там, где кожа распухшая Я почти научился Поспевать за твоим следом Так вот я возвращаюсь Проникнуть к твоим ногам Поутру не найти тебя Вылезшую в окно 200 лет назад Я не помнил ничьих имен Но теперь не дышу В надежде забыть твое Спасибо, что посмотрели Ребята, давайте Кате еще раз Проводим аплодисменты Напомню, она бережет силу Выступает сегодня второй раз Еще на основном поступлении И перед вами будет сейчас выступать Муза этого мероприятия Человек, который меня вдохновил Все это сделать и провести Тинатин Музашвили Человек суперталантливый Который будет для вас сначала читать стихи На грузинском тоже? Нет, на русском языке А потом еще они будут петь Вместе со своей очаровательной сестрой На грузинском, да? На грузинском языке Это будет супер удовольствие Тепло встретим Знаете, очень непривычно выступать Нет, я думаю, что меня слышат Очень непривычно выступать В такой стихотворной форме Потому что мы как-то вот с Дианой Привыкли петь И туда вкладывать всю душу И я не знаю Это какой-то, наверное, немножечко Другой опыт для меня Тем более, что я по-русски Мало пишу Там буквально на пальцах Можно пересчитать Написанные произведения И вот я вам зачитаю то, что есть И то, с чем пришла Мир задыхается от нелюбви Как рыба, которую вынесла на берег И если все песни о любви То почему модно в нее не верить И если даже с надрывом петь Как обезумевший пророк Смогу ли я глаголом сжечь Обледеневший твой порог Что если и я забуду любить Каково это искать в себе след человека Которым хотелось бы быть Прометею, потерявшему божественный свет Перестаньте детей учить Не любить Не срезайте крылья Под шаблон с рождения И однажды мир продолжит жить Спасибо большое Ну и раз о любви То, конечно же, о любви Мысли больно бьют, царапают Разъяренные рвут в клочья дверца Раз ушел из моей жизни Уходи из моего сердца Ты у меня, как ноющая рана Я всегда о тебе помню Счастливые воспоминания Странно отдается под ребрами болью Словно ком застрывают в горле Несказанные слова Будто я в незнакомом городе Вглядываюсь в дома Слова, как непослушные кудри Перестали ложаться в рифму И получается очень сумбурный Монолог под дождливую ритму Эту боль не залечат таблетки Больно там, где совсем не видно Знаете бы твой адрес 367020 Я писала тебе длинные письма Мысли больно бьют Царапают Разъяренные рвут В клочья дверца Раз ушел из моей жизни Уходи из моего сердца Спасибо большое Кем же все-таки друг к другу приходятся наши души? На, возьми мою руку И никогда не отпускай Никогда это дольше, чем жизнь А я люблю тебя дольше жизни Ночь обнимает за талию рассвет Куда бы я ни пришла Тебя почему-то там нет Ты больше, чем все, о чем я когда-нибудь знала Больше, чем поэзия ветров Ты больше, чем ветер И воспоминания И о лете И грезы в пять утра За твою любовь платить мне нечем Стихами дай только Мне страшно тебя встретить Наяву Ведь так привыкла Видеть я тебя лишь в снах Никто не сможет у меня тебя забрать Только не переставай мне сниться Спасибо Мадлоба Друзья, пожалуйста, еще раз Те нативные аплодисменты мы проводим Наше мероприятие потихонечку будет подходить к концу У нас будет еще два выступающих И в конце специальный гость Музыкальный сюрприз И следующие пять минут Это будут пять минут На которые мне нужно будет стать грустным Прощай, немытая Россия Прощай, немытая Россия Прощай, Москва Орда и Византия Слились в тебе Живым калейдоскопом Нет и не Азия И точно не Европа Орда и Византия Вцепились мертвой хваткой В твою историю Обычаи Повадки Восток и Запад Их место встречи Гордие фузел Комок противоречий Страна контрастов Несешь свой крест С холопской покорностью Целуешь царский перст Как часто ты была На грани смуты Когда тебя спасало Только чудо Как будто Родилось в рубахе Как жаль, что выросла ты Не в любви, а в страхе Жизнь Здесь не сахар От правды рвота Всю жизнь несем в себе Мы страх животный Мы как напуганное стадо Лишь бы пастух Был с нами рядом Куда идем не знаем, но Держаться вместе надо Пока и сами Не стали падалью Весь мир от нас шарахается Как от простуженных Стали изгоями Вполне заслуженно На зло врагам Отморозим уши мы Не важно, что в лаптях Лишь бы с оружием Единодушно мы Ищем предателей Единодушно голосуют избиратели Единодушно Прилипли все к экранам Единодушное стадо Напуганных баранов Прощай Прощай Немытая Россия Я уезжаю От бессилия Я уезжаю От бракобесия Мучительно в ночи Всезай против взвесил Я мне страшно самому Себе в этом признаться Причин, чтобы остаться Пересчитать по пальцам Устал бояться Проходят годы Ты так изменилась Старуха, свобода Тебя задушит Придворная верхушка Лакеев кучка Вцепившихся в кормушку Языках ложь Слова безумия Ведет их за собой В мавзолее мумия Началец смотрят Презрительно и властно Закон лишь для народа Это закон негласный А несогласных Пороть, чтоб неповадно Русский бунт оказан Бессмысленно И беспощадно Затягивают гайки Для тех, кто против Дубинки и на гайки Родину любить Тебя научат Наш патриотизм Махровый и дремучий На людей тебе Начихать Ты не Родина-мать Ты Родина-мачиха Прощай Прощай Немытая Россия О Боже, сохрани Прошу, спаси меня Не дай сойти с ума Лишится разума Ведь Родины и я Мы неразрывно связаны Обласкан я Или судьбой наказан Когда родился русский Похоже, что все сразу Такой вот казус Кто мы такие Зачем живем Понять пытаюсь И почему Российская реальность Милитаризм Пьянство и отсталость Что нам осталось Висим над пропастью Со всеми скрепами И всей духовностью Ни голос разума Ни шепот совести Не слышим мы Глухие полностью Склоненные с детства В насильном падеже Оставшуюся жизнь Выделяем желчь Мы недолюбленные Жертвы жертв Правильным товарищи Идем мы курсом Ничего не производим Продаем ресурсы Нам буржуи платят Монетой звонкой Наша мечта Стать мировой бензоколонкой Эй, Европа Закрывай окошко Мы безнадежно Застряли в прошлом Прощай Прощай Немытая Россия Прощай народ И твой мессия Тебе я не пророк А ты мне не отечество Ты рана в моем сердце Которая не лечится В своей родной стране Как пленник я Я под запретом С клеммом изменника Из-за тебя Мой мир разрушен Лежу в руинах Хоть все снаружи На лицемерии построено Хотя с фасада Все чинно Благородно свято Готова убивать Соседа жадно Хотя еще недавно Называла братом Изменишься ты Вряд ли Идешь по кругу Наступаешь На собственные грабли Аршином общем Неизмеренно В тебя больше Не верю я Я осколок тебя Ты осколок империи Прощай Шатайся по миру Особыми путями Щи свои Расхлебывай лаптями Неизбежно приближая Второй октябрь На прощание Прижми хотя бы Спасибо большое За этот чудесный Вечер За Такую Душевность Расскажу пару слов О нас Мы сестры музашвили В народе Официально Так Две музы Ту муза И мы поем Авторские песни На грузинском языке Это современное творчество С сохранением Этноэлемента Того что Нам досталось От наших предков И мы вот В это творчество Вкладываем Теперь уже то Что есть В наших душевцах На самом деле Очень приятно Очень приятно Находиться Сегодня В этом месте В месте В котором Собралось Столько Красивых Блуз Это действительно Какой-то Волшебный Вечер Ведь как Может быть Иначе Когда Столько Прекрасных Людей Приходят В одно Место И сливаются Своими душами Воедино Поэтому Спасибо Каждому Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А есть кто-нибудь, кто понимал слова? Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, надо перевести Да, думаю, надо перевести Бывает, случается, что приходится выступать перед той аудиторией, которая не понимает слов Хотя Диана говорит, что для творчества Не нужен язык на самом деле Мне кажется, где-то в глубине души каждый из вас как будто бы интуитивно даже понял и прочувствовал, о чем мы поем Ну, не понять было невозможно, ведь в основном поют только о любви Но все же Ну вот, да, и мы тоже каждый раз говорим, конечно же, о любви И вообще большинство песен, конечно же, о любви Ну, на самом деле наши песни, они не просто о любви, у них глубокий смысл, какие-то душевные переживания У каждой песни есть своя история И как будто бы каждый из них живет своей жизнью Как будто бы он каждый пережил, настрадался или был счастлив Как люди Вот, и, наверное, от этого они становятся особенными Ну, давай переведем Да, да, переведу Люблю тебя, люблю тебя, хотела сказать Хотела посвятить тебе песни, но я не смогла найти в себе силы Не смогла найти в себе смелость спеть Годы улетели, словно ласточки, волосы подкралась седина Вернись, чтобы я снова обещала тебе свою любовь Я все еще жду тебя, как же иначе Листья опали у золотых садов Помнишь, как ты дожидался меня, улыбаясь Помнишь, как ты дарил мне золотые розы И мы оба таяли без слов Снова годы улетели, словно ласточки Волосы подкрала седина, и так далее, и так далее Больше всего я боюсь, что ты останешься лишь грустным воспоминанием на страницах прошлого Знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Зайди и приоткрой мне двери Годы улетели, словно ласточки Волосы подкрала седина Приди и скажи, что ты меня любишь Я все еще жду тебя, как же иначе Спасибо Ну, к следующей песне пока я перейду Наверное, я скажу, что эта песня вообще олицетворяет философию нашего творчества Но я позже переведу в целом песню А так, пока что такую затравочку вы будете думать, что же будет в конце Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое! Хочу тебе спеть Чем больше твое сердце, тем больше оно вмещает любви Раскрой свои скалистые плечи Твои плечи словно скалы, твои плечи словно крылья Чтобы мы вместе встретили рассвет Наверное, каждый человек в этой песне увидит что-то свое Ему отзовется какой-то свой участок, какой-то свой смысл Но на сегодняшний день, когда всему миру настолько тяжело, наверное, рассвет для нас олицетворяет рассвет, светлое будущее И надеюсь, что если мы все раскроем свою грудную клетку, свои плечи И доверим свое сердце надежде, и впустим туда любовь, то это нас спасет Правда ведь? Раз уж речь зашла о грудной клетке Давай Раз уж речь зашла о грудной клетке 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если коротко. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр!